Вопросы поднимаете и они самые сложные, потому что вопрос действительно не как посчитать и кто должен считать на уровне региона, кто является тем главным фаивом, который должен собирать информацию или как это должно быть. Это действительно такой вопрос в воздухе, наверное, на который нам стоит только найти тот ответ, который может быть. Ну и поискать ответы и в целом поговорить о том, как это может быть, я предлагаю Евгении Семутниковой. Вопросы и относятся в большей степени, может быть, будет легче нам сказать и ответить, как это может быть и как это может происходить, и реально ли это вообще. Давайте я поделюсь несколькими соображениями, послушайте, потому что здесь замечала коллега моих уважаемых. Сначала мне хотелось бы сакцентироваться, чтобы было понимание поля, на котором мы находимся, и поля, на котором возникла аббревиатура, которую мы сегодня обсуждаем. Она мне очень нравится, это мои инициалы. Я прям не случайный человек. Значит, у нас около 10 лет в стране мейнстрим по реформу контроля и надзорной деятельности. Все представители бизнеса об этом знают. У этого благородная цель снижение административной нагрузки. Я, как представитель природоохранного органа правительства Москвы, не могу это не поддержать, потому что все знают, что худший брак экологии – это бедность, экономические росты предприятий, вещь, важные условия экологии, хорошие. Но, тем не менее, я не могу не сказать, что Маховик очень сильно изменил равновесие в том плане, что фактически институт государственного экологического надзора, в том виде, в котором он осуществовал раньше, полностью девальвирован. И от него осталось немного. Вот этот институт только плановых проверок, без внеплановых, для бизнеса есть плюсы, но с точки зрения выявления нарушений, ну, фактически сегодня механизм выявления сверхнормативных воздействий, он отсутствует, эффективный механизм. И вот такая резкая реформа этого института, который был основным экологическим институтом и безопасность обеспечивал экологическую, он может быть оправдан только в условиях очень высокой ответственности бизнеса за свое экологическое воздействие. Я могу сказать, что сегодня пока это больше пожелания, потому что риск высоких сверхнормативных воздействий существует, он актуален, ну, вряд ли кто-то его будет отрицать. Но, опять же, вот этот инструмент ЕСДЖИ, это тот инструмент, который может уравновесить эту ситуацию при добросовестном предприятии к своим обязательствам в области экологии, ну, а также социальных обязательств, а также управления, потому что управление это институт, от которого, ну, как эта эффективность зависит, с вашей политикой, вот, может стать. Но стал ли? Я вот ехала сюда, и мне вспомнилось, Малевич, когда в своем позднем уже этапе творчества прошелся стадии все стили рисования, обратился к дизайну, он сделал чайник, прекрасный, в совершенных формах, все восхищались, и кто-то сказал, так вот, смущаясь, что из него же не выливается вода, Малевич возмущенно сказал, это возмутительно, это не чайник, это идея чайника, то есть идея чайника важна, она прекрасна, но это еще не чайник. Сегодня все говорят о том, что в инструменте ЕСДЖИ отсутствуют ясные и понятные критерии, они отсутствуют на законодательном уровне, они создают вот это размытое поле неопределенности, причем этот политикой ажиотаж сегодня больше ста, ажиотаж среди консалтинговых агентств, которых уже больше ста, идите к нам, идите все, мы сейчас вас проэкспертируем, экспертизу, у всех разные очень, и уровень экспертизы. Ажиотаж среди бизнеса, потому что получить вот это вот заключение о том, что это ЕСДЖИ, это какой-то шанс, тоже законом не урегулировано какой, на получение приоритетов в области финансирования, которая все-таки стригается в область зеленого сегодня. Вот назад на Ю-20, это такой экологический срез Ж-20, на уровне городов обсуждалась тема, есть города, у которых есть портфель зеленых проектов, не хватает денег, есть страны и города, у которых денег много, не достаточно зеленых портфелей, гармоничная абсолютно Финляндия, там это все уравновешенное уже давно и несколько лет, у нас это все только формируется, но это ощущается, витает в воздухе, законодательно приоритетов нет, но в свете становления нового парникового регулирования и низкоуглеродного развития, принятия концепций, это все более актуально, и поэтому ажиотаж невероятный, более совершенно размыто. Ну, например, предприятие первой категории обязано внедрить НДТ, вторая и дальше не обязана, но тем не менее есть характеристики удельных показателей каждой технологии, почему бы не модернизироваться, ему не соответствовать, или парниковые газы, есть те, кто обязаны разработать, ну скоро будут обязаны разработать. С другой стороны, да, но с другой стороны, у нас и тогда законодательно не прописано отношение к женщинам на предприятии, отношение к детям на предприятии, то есть это социальная часть. Да, да, соотношение моральное и право, да, вы абсолютно правы, если мы говорим о С, я с вами согласна, здесь как-то вот попонятнее, что может прописать на уровне, компания на уровне своих внутренних политик. Я сейчас больше про Е говорю, потому что мне это ближе, про Е и про Дже больше. Вот, и дальше вопрос, вот он прозвучал, законодательно отсутствуют такие критерии. Тут, понимаете, тут на самом деле, наверное, надо ли это на уровне законодательства, особенно если это будет повторять объем законодательно установленных требований, да, в области экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. Я опять про Е, либо надо что-то большее, и тогда нужен новый документ. Или пойти по пути саморегулированной истории, и почему я об этом говорю именно в этой аудитории, потому что вот вывеска Лига зеленых брендов. Это на самом деле абсолютно редкий пример, осознанный пример, более осознанный, чем у многих консалтинговых компаний, очень качественной, добросовестной работы. Ну тут на самом деле все представители бизнеса, вот форма плюс один, она таких объединяет, это приятно говорить, потому что вот эта работа ведется долго, и практически все отрасли экономики проанализированы с добровольным участием предприятий. И я наблюдаю, и вот мои коллеги за этой деятельностью, это очень высокого уровня работа, и звучал вопрос, а зря или не зря, да, может быть, на уровне, там, в государстве будет что-то другое, совершенно не зря, потому что вот это можно полностью аккумулировать, узаконить, и это уже практически, ну, как-то готовое регулирование. Вот, вот, еще, может быть, я чуть позже, а, вот еще важный момент, значит, важный момент, это мы удовлетворяемся декларацией, да, положение компаний, автомат, расследование декларации, или мы проверяем это, то есть реалистичность. Вот тут прозвучала вообще прекрасная история, что сравнивать себя с самой динамикой, есть динамика, то есть есть движение, а не просто декларация намерения, да. Многие стандарты, из-за 14 тысяч и так далее, как это выдавались просто за намерение, да, а потом бросались. Ну, про Калсберг, я не знаю, правильно или нет, год назад мне в Дании сказали, что Калсберг вообще 30% своего дохода отчисляет людям, чтобы дать чай, в сложной ситуации эти деньги получали, и поэтому все выбирают Калсберг, и это, понимаете, где еще такие примеры? 30% дохода бизнеса дает людям, оказавшимся в сложной ситуации. Ну, вот только за вес уже надо снять шляпу, все остальное подтянется, вот, но все-таки проверяемость, она важна, и она важна, и тут я, наверное, может быть попозже еще раз возьму слово, потому что я все-таки представитель органа власти, Департамент природопользования и охраны окружающих средств города Москвы, и здесь мне хотелось бы прям потом, может быть, после этого диалога пару слов взять, а вот, к работе органов власти принцип ЕСЖ применим или не применим, но вот об этом чуть-чуть попозже. Ну, мне кажется, об этом можно и сейчас, вот, с моей, например, точки зрения сложно говорить, что кто-то может проверять или верифицировать или спрашивать другого, если не начинает это делать сам, пропущенное все через свой собственный опыт, оно, наверное, всегда лучше дает возможность чувствовать другого, задавать более правильные вопросы и лучше понимать, что же в этих пейтингах. Вот я вообще не могу сказать, что в Москве есть проблема взаимодействия органов власти и бизнеса, и скорее помощь, поддержка, субсидии, гранты, премии, помощь экспертная. Я вообще проблем не вижу. Я могу сказать о приоритете, который стоит сейчас, вот мы сейчас разрабатываем климатический план города Москвы, это наше обязательство Москвы как организацию, входящую в СИПОТе, наиболее авторитетную международную организацию, у которой тоже есть в РИТЕ, вот, и там очень важная работа с каждым предприятием, кто сегодня вносит вклад в этот показатель, и она ведется, но не вижу проблем взаимодействия. А критерии, опять же, базовые, все требования законодательства, но в части ЕС есть и вот он, если что-то большее, то прекрасно. Спасибо. 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 Спасибо.